Всем привет, ребята! Я не знаю, какой день телевлогов, как вы можете услышать, я заболела. Вчера я лежала целый день в кровати, точнее, я спала прям целый день, целую ночь. И вчера у меня было всё намного хуже с голосом, всё было намного хуже, в принципе, самочувствуем. Я специально вчера никуда не ходила, ни с кем не виделась, чтобы точно прям целый день посетить, так скажем, болезни, точнее, выздоровление, потому что я понимаю, что мне через три дня уже улетать, я не хочу быть первой больной в самолёте, я не хочу не протусить все эти оставшиеся дни. То есть, если бы я вчера куда-то пошла, я бы не успела хотя бы хоть как-то восстановиться, так как я вчера лежала целый день, пила лекарства, трафлю и так далее. Мне кажется, из-за этого у меня хотя бы как минимум нет температуры сегодня. Если бы она была, это было бы очень грустно. Она была бы, если бы я вчера не лечилась. Сегодня у меня ногти через час. Я иду к своему любимому мастеру, я покажу вам салон, я его обожаю просто. Я покажу вам, сколько у них разных всяких штучек для ногтей, потому что это мой самый-самый любимый салон маникюров. То есть, из таких вот симптомов у меня горло, я ем всякие стрепселсы, пью, брызгаю-брызгалки и так далее. Я не знаю, если честно, что я буду ещё сегодня делать, но я постараюсь как-то себя развлечь, потому что, если честно, я уже очень хочу домой, я скучаю по всему, что у меня как бы в Лос-Анджелесе. Я уже хочу снимать свои видео и, короче, да, мне прям как-то очень хочется хуума. Так что, да, давайте соберёмся, я вам покажу свой лук и поедем на маник. Всё, ребята, я собралась, такси меня уже ждёт. Господи, что у меня вот с лицом, что у меня с голосом, у тебя какая-то... Получилось. Короче, бежим, потому что не хочется платить за ожидание, ну да. Ребят, короче, я пришла в своё любимое место. Посмотрите, какие у меня короткие ногти, это что вообще? Я вот тут была последний раз полтора года назад, вот как, как, так вообще? Я, кстати, хочу потом показать эти все фигурки, потому что это, честно, это единственный салон, в котором я видела столько фигурок, это просто шок. Ну, конечно же, я буду делать с фигурками, почему бы и нет, это есть возможность. Просто посмотрите, сколько вот меня Леся даёт, это просто трэш. Типа, как я должна из этого выбрать? Типа, как я должна, ну, понять, что мне конкретно нужно, это просто ребят. Доделала я свои ногти, ребята, а было очень долго, я сидела пять часов вот так вот, они выглядят. Ну, извините, нынче, как бы, мейкер дорогой, поэтому, да, приехала в Жаровню, хочу есть, мое любимое место тоже. Я знаю, что меня смотрит очень много старшеклассников, поэтому, ребята, в следующем отрывке для вас будет очень-очень важная информация. Молниеносно врываюсь в ролик автора, не спеши перематывать, особенно если тебе предстоит задавать ЕГЭ. Учителя не уделяют должное внимание подготовке к экзаменам, я могу тебе помочь. Скажу по секрету, что некогда была разработчиком заданий ЕГЭ, а потому знаю о нём всё изнутри. Чтобы тебе было проще справиться с этим этапом поступления, мы с преподавателями из МГУ разработали максимально эффективные курсы. На каждом предмете предусмотрено 3-4 занятия в неделю, которые ты можешь смотреть откуда угодно. Всё находится на одной удобной и современной онлайн-платформе с геймификацией. Регулярные пробники, конспекты к каждому занятию, а после домашние задания, которые в течение 24 часов проверит твой личный наставник. Переходи по ссылке в описании, используй промокод и получай хорошую скидку и месяц обучения в подарок. Ладно, досматривай видео, а я пойду к своим. Веб скоро начнётся. Специально для моих подписчиков на учебном портале Lomonosov School открыть доступ к бесплатным занятиям, конспектам и домашкам по всем предметам на целый месяц. Ну а чтобы получить доступ, смотри описание под видео. Советую вам реально провести лето с пользой, чтобы приблизиться к своим мечтам. А также у меня для вас есть промокод EVA.EG. Обязательно пользуйтесь. Ну а мы возвращаемся к нашему влогу. В общем, я встретилась с Алисой Марком. Да, мы сидим и жрём сольные шарики, палочки, потому что ещё основную еду не привезли. Конечно же, пиво. Конечно же. Ногти за дохрена денег. Ну вот да, вот и живём за вас. Хоть где-то могу быть регально. Ребят, посмотрите, мы заказали все десерты. У меня тирамису. Мяу. Конечно же, кошка заказала себе что-то шоколадное супер, просто пупер-мега-шоколадное. Буква Ю. Короче, ребята, я приехала на съёмки Кристине. Кристи Крайм на съёмки подкаста. Буду я сниматься с таким голосом. А что поделать, я улетаю уже послезавтра. Завтра я уже не смогу подсидеться, поэтому надеюсь, что Кристина нальёт мне чая. Я не знаю, короче, у меня такого голоса давно не было. Это так странно. Ну, то есть он мне прям сел. Поэтому будете слушать подкаст с таким вот моим голосом. Ну, что поделать, знаете. Сейчас звоню вот в её квартиру, наживусь в каком-то билдинге. Господи, здесь кто-то какой-то такой. Как это такого не видел в Москве? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Мы идём в билдинг. Такой он очень новый, такой всё красивое. Ой, боже, ребята, столько тела сейчас сегодня. Улетаю послезавтра в 6 утра. То есть завтра последний день. И, честно, соскучилась по дому. Очень хочу домой. Но хорошо поделать. Вау, ребят, тут такой лифт. Просто вау. Такой этаж какой. Ай, без понятия. Так, наверное, да. Чего не спалил номер квартиры? Ладно, наверное, и всё равно, потому что кто не знает именно адрес. Ну, короче, просто так вот не хотела говорить, чтобы на всякий случай ничего не спалить. Так, что-то, видимо, я ошиблась с этажом, потому что этой квартиры нету на этом этаже. Но ещё надо чуть-чуть повыше. Ах, наверное. Господи, пози сохрани. Ммм, я ещё и писать так хочу. Просто не могу, немоверно. Кстати, как вам мои ногти? Мне так нравятся, просто они такие весёлые. Что? Ещё на один этаж будешь? Чё за бред? Я надеюсь, я вообще туда еду. Ребят, это какой-то бред. Ты типа 10 минут и думаешь до квартиры. Я вот из такси вышла минут 10 минут, и вот иду. Ты ходишь. Это пиздец. Тебе по каждому этажу больше не катаюсь. Сейчас должно точно сработать, да? Да. Всё, сейчас точно. 100% не уверена. Если нет, то это пиздец. Бля, чё за хорня? Слава богу, блядь. Я приехала на четвёртый, потому что я думала, чё... Наверное, четвёртый этаж. Ару. Руэт, заходьте. Посмотрите, какая ещё такая готовая. А я пробовала лайфхаки. Как тебе мой голос? Голос вообще мяу. Я не помню, чтобы, ну вот когда у меня последний раз вот так вот голос из-за болезни ломался. Вообще не помню. Всем привет, ребята. Привет. Hello. Короче, Кристи Крайм налила мне чай. И она подходит и просто даёт мне вот так вот в руку. И я в голове думаю, блядь, как мне это взять, чтобы не ошпарить свои руки. Оно типа вообще не чувствуется вообще абсолютно никак. Потому что там, видите, во, снова, блин, у меня руки трясутся какая-то, блядь. Всегда спасибо за чай. Ребята, мы, короче, досняли всё очень быстро. В общем, Кристи, ну, я не знаю, через сколько лет мы уже с тобой увидимся. Ну, типа, когда я приеду или ты приедешь. Ну, я точно не приеду. Не, ну, я надеюсь, мы увидимся. Ну, да, ну ты прилетай. Или в Дубай. Ну, как обычно, точка сбора Дубай, Бали, там что ещё. Дубай. Короче, я сейчас обратно в отель, чтобы снять быстро рекламу, потому что мне надо снять, я забыла. И потом еду в ТЦ. Короче, ребята, я приехала домой, записала рекламу, переоделась, потому что, знаете, вот ты болеешь. Да, ты ещё в одежде, которая тебе неудобна, ты ещё больше бесишься. Потому что, ладно-ка, ты не болеешь, да, ты бесишься, но это можно будет терпеть. Но, когда ты болеешь, и тебе ещё неудобно в одежде, ну, это прям просто, ну, крышачина. А так, на самом деле, я сейчас поеду в ТЦ-шник, потому что я еду забирать одежду из Филс. Обожаю их. Забирать, какая мне понравится. И я пытаюсь ещё вылечиться постоянно быстро, потому что мой самолёт уже послезавтра. То есть завтра последний полный день, и самолёт у меня 6-го числа в 6.30 утра, то есть ещё ночь пройдёт. То есть есть шанс, что хотя бы насморк у меня придёт, потому что для меня это самое важное, потому что, помню, один раз я летала из Сочи в Москву с насморком, я чуть не сдохла. Весь полёт у меня болело всё вот тут вот, вот в ушах, везде. Закладывала уши, я не могла вообще ничего делать, я прям плакала от боли, всё пульсировало вот там. А теперь, как бы, представьте, что мой полёт 13 часов и ещё 4. Спасибо! Ну, я сдохла. Поэтому я пытаюсь всеми способами хотя бы убрать насморк. Короче, что у меня есть капли. Я пошла себе заверю-тороплю. Я сейчас к вам верну и заверю этот фарминг. Короче, возможности размешать у меня нет, потому что все ложки грязные. Ныть, конечно же, я их не собираюсь. Сейчас просто всё зальём, ну и оно вот настоится. Идите. А ещё мне нужно сегодня успеть сделать фотку на паспорт, потому что завтра мне нужно будет забрать мой новый паспорт. И для этого мне нужны фотки. Поэтому я надеюсь, в лице Атриум можно сделать фотографии на паспорт. Ну, короче, разберёмся. Слишком найти рискованно. Кстати, знаете, в чём проблема? Проблема длинных ногтей и вот с такими финтифлюшками в том, что... Нет, это всё удобно, как бы ты себя, ну, трогаешь, там всё нормально, всё, нет проблем. Когда ты моешь руки, ты понимаешь, что тебе нужно отдельно ещё помыть ногти, потому что оно, типа, всё собирает. Ну, если ты там где-то елозишь, я не знаю. Ну, короче, я ещё мою также ногти. То есть я тут на них мыло прям кладу и тоже мою прям отдельно их. Да, в общем, ребята, я пойду выпью трафлю, чуть-чуть посижу, потому что мне, конечно, всё равно не очень хорошо. Мне хочется, типа, лежать у неё, знаете, когда вот затылок вот так вот давит и прям вот немножко поташнивает, это значит, что не очень что-то хорошо. Поэтому я пойду сейчас полежу, выпью трафлю, потом поеду, заберу Филс, ну, короче, буду с вами на связи. Мяу. Ребята, короче, я приехала в Филс впервые, там, за полтора года. Раньше была только одна точка в авиапарке, ну, я ходила туда постоянно. А тут я приехала в Адриум, и я в шоке от того, какой у них огромный магазин. Это просто пипецко круто. Я безумно рада, что они так расширились, это шок. Ну, короче, я обожаю магазин. Я заветую, потому что реально тут такие шмотки, типа, модные. Тем более, когда сейчас в России ничего нету, то мне кажется, что это идеальное место, где можно покупать классную одежду. Ну, так нравится, короче, Саграм и Стапли вот тут вот. Очень крутой магазин, я прям. Я счастлива, потом покажу вам вещи. Ребят, в общем, я после Филс встретилась с Игурем. Хеллоу. Я заказала себе, как это называется? Это глибочный кофе. С виски. Короче, там ликер. Ребят, это пить, но через трубочку абсолютно невозможно. Игорь такой, ну, давай через край. А у меня просто, вот что, что прикол в чем? У меня болит горло, и я хотела что-то выпить. Сможи, я во влогах постоянно бухаю. Ну, это невозможно. Вы наверное, думаете, что я локашка, но нет. Просто я встречаюсь с людьми, мне хочется как-то это. Сейчас выпишешь один, и захочется второй, третий. Ну, ладно. Просто нужно сразу, целиком. Так, на что похоже? На какой-нибудь шот молочный. Посмотрите, что мы заказали. У нас такой чисто русский вот ужин взял селедку. Типа, все нормально. С луком, давай, закуси прям лучком. Короче, ребята, мне нужно сделать фото на паспорт, потому что завтра я получаю паспорт, мы пришли делать фото на паспорт. Я уже дома. Очень классный был сегодня день. Сегодня я закончила тем, что я отправлю ваши подарки. Помните видео про подарки, где я покупала вам всякие вкусняшки и брелочки? И письма делала. Эти подарки я сегодня передаю моему помощнику, который их завтра будет раскладывать. Вопрос, почему не я? Потому что вы меня всегда в ТЦ вылавливаете. Прятайте эти подарки, и мой помощник будет в ТЦ. А вы всегда, когда меня видите, выходите за мной по пятам. Я не хочу, чтобы это кто-то случайно нашел. Я хочу, чтобы это были люди, которые действительно хотят это найти, и которые целенаправленно идут в конкретный ТЦ, чтобы найти эти подарки. А не так, что они увидели, что я что-то к ладу, полезли, а там типа что-то, о чем они даже не знали. То есть я хочу реально, чтобы это получили те, кто прям типа мечтает об этом. Это будет делать человек, которого вы не знаете, как выглядит и так далее, и вы не сможете его никак найти, а следить, поэтому да. Вот эти подарочки, они лежат в целости и сохранности. Я очень-очень рада. Пойду передам их курьеру. Здравствуйте. Вот у вас, ну, там встретит, там номер оставлен. Спасибо большое.